День добрый, с вами Смирнова Ирина и задача сегодняшнего видео настройка фида для вашего блога. Все такое фид. Это лента, которая помогает вашим посетителям успешно подписаться на новости вашего блога. Ресурс этот гугловский, поэтому адрес у нас, как видите, fitburner.google.com. Вот сейчас я уже нахожусь в аккаунте собственном. В аккаунт вы можете попасть только тогда, когда у вас есть аккаунт джимейловский. Если интерфейс фида у вас на английском языке, то достаточно пройти вот по этой ссылочке Languages и поменять его на русский. Итак, как мы с вами будем регистрировать нашу ленту? Регистрировать я буду вот этот тестовый сайт. Я беру отсюда адрес своего сайта и вставляю вот в это поле. Нажимаю кнопочку Next. Если все в порядке, то у вас появится вот такая табличка, где вам будет показано, что источник фида идентифицирован. Тестовый сайт, так он у нас называется. Мы выбираем не ленту комментариев, а ленту самого сайта. Вот здесь, в этом чипбоксе у нас стоит точка. И нажимаем клавишу Next. Вот теперь начинается настройка нашей ленты. Но первое, что вы можете сделать, это поменять название фида. Например, я буду публиковать его в виде таких настроек, как блог. Например, все для начинающего блогера. Чтобы ссылка вашего фида была красивой, вы можете вот этот хвостик, который здесь сгенерирован, просто убрать. Вот так. Жмем дальше клавишу Next. Теперь мы видим, что у нас сформировался адрес нашей ленты. Поэтому нажимаем вот здесь пропустить и перейти сразу к управлению фидом. Итак, этот ресурс когда-то был очень большим. Сейчас Google его подработал и немножечко откорректировал его работу. И надо сказать, что усовершенствовав ее, сделал настройки ленты намного проще и легче. Первое, что мы должны сделать, это зайти вот в эту вкладку. Публикуй. Для публикации нашей ленты нам нужно настроить подписки по электронной почте. Поэтому первое, что мы сделаем, это проработаем вот эту опцию «Подписка по электронной почте». Для того, чтобы активировать эту подписку, нам достаточно нажать на клавишу «Активировать». После того, как мы активируем эту функцию, у нас появится под «Опции» и возможность настройки самой формы. Итак, переводим все на русский язык и осуществляем настройки. Это у нас создание кода формы подписки. Код формы подписки находится вот в этом окне. Он будет завязан на вашу почту через аккаунт, который вы зашли на ресурс FitBurner. Как мы будем устанавливать эту форму? Я копирую вот этот код формы. Захожу на сайт. Выбираю виджет. Текст. Вставляю код формы сюда. И пишу «Сохранить». Как видите, у меня появилась вот такая вот форма в сайт-баре моего блога. Что я здесь могу поменять? Давайте откроем этот виджет и посмотрим, какие изменения мы можем сделать. Здесь у нас на английском языке введена фраза «Введите ваш e-mail адрес». Находим эту фразу. Она расположена между двумя тегами «p». Открывающий тег и закрывающий тег. Мы очень аккуратно ее выделяем и переводим на русский язык. Будьте очень внимательны. Не потеряйте ни одного элемента тега. Вот такие вот галочки, что называют елками, которые заключен вот этот текст, должны быть обязательно сохранены. Давайте сохраним. Закроем. И посмотрим, что у нас получилось. Видите, теперь уже написано по-русски «Введите свой e-mail адрес». Работаем дальше. Теперь на нашей кнопке написано по-английски «Subscribe». Мы должны кнопку подписать на русском языке. Поэтому мы находим надпись кнопки. Вот она, эта надпись. Она сделана внутри атрибута, у которого обязательно есть кавычки. Очень аккуратно внутри этих кавычек мы пишем. Сохраняем информацию и просматриваем ее на сайте. У нас поменялась подпись «Подписаться». Теперь обратите внимание, что вот здесь вот у нас есть с вами вот такая вот ссылка на сам ресурс и бёрнер. Она нам не нужна. Для того, чтобы ее убрать, я просто захожу вот сюда и очень аккуратненько убираю ссылку на ресурс. Начиная с тегом «П» и заканчивая закрывающим тегом «П». Нельзя удалить тег «Форм». Это закрывающий тег той формы, которую мы с вами устанавливаем. Нажимаем кнопку «Delete». Сохраняем. И проверяем, что у нас получилось. Видите, подпись у нас пропала. Итак, мы ввели вот такую вот форму сюда. Возвращаемся на ресурс «Видбёрнер». Не забываем сохранить эту активную услугу. Теперь работаем с тем письмом, которое будут получать наши подписчики. Это письмо «Активация». Для того, чтобы его активировать, нам необходимо настроить два поля. Это тема подтверждения письма и тело самого письма. Теме подтверждения письма нам нужно заменить вот эту вот часть. Например, напишем такую фразу «Активируйте подписку на новости блога. Блога. Все для начинающего блогера». Теперь тело письма. Естественно, если оно будет получено на английском языке, то многие могут просто не понять, о чем здесь идет речь. Обратите внимание на то, что в теле письма есть вот такая вот ссылка. Этот код говорит о том, что здесь будет вставлена ссылка на подтверждение вашего письма. Нам нужно заменить верхнюю часть письма и нижнюю часть письма. Для этого мы вставляем здесь заранее подготовленный текст. В верхнюю часть письма я вставляю вот такую фразу «День добрый с вами, Смирнова Ирина» до вот этого кода. В нижнюю часть я добавляю вот такой текст. До встречи на моем блоге. Опять сохраняю этот код. Если ссылка не открывается, скопируйте ее в окно браузера и просто перейдите по ней. И так далее. Итак, вот таким образом мы с вами переводим тело письма активации. Теперь настраиваем внешний вид HTML письма. Здесь мы можем с вами написать тему названия письма. Она у нас уже есть, но мы можем его здесь поменять. Мы можем вставить сюда картинку, какой-либо логотип, который должен быть не больше, чем 200 на 200 пикселей в формате jpg или png. Шрифт. И внизу мы будем видеть с вами, как будет смотреться наше письмо. Посмотрите, все для начинающего блогера. Название записи в фиде, дата отправки и текст. Вот в таком виде он у нас будет. Сохраняем вот эту информацию, если, конечно, она нас устраивает. Здесь у нас настройка времени. Для того, чтобы информация приходила вовремя, мы с вами должны выбрать тот часовой пояс, в котором находимся. Я выбираю Москва. И настраиваем доставку электронных писем. Ну, с часу до трех после обеда. После обеденное время. Сохраняем данную информацию. Итак, работа с настройкой по электронной почте у нас с вами закончилась. Теперь просматриваем информацию. Интернет-службы должны получать информацию о создании публикации на вашем сайте. Поэтому мы должны информировать службы, интернет-службы, которые будут давать информацию о вашей публикации. Просто нажимаем здесь активировать эту службу. И она самостоятельно здесь корректируется. Мы можем выбрать вот такую вот кнопочку для установки на нашем сайте. Устанавливаем точно так же, как мы это делали с формой. Выбираем ту цветность, которая нам необходима. и активируем данную кнопку. Вот эта кнопка у нас работает на подачу информации о нашей публикации в Твиттере. Как мы настраиваем эту информацию? Ну, первое, что нам нужно сделать, это выбрать, что мы будем публиковать. Вы можете опубликовать только название, можете опубликовать только информацию о теле своей записи, и можете опубликовать только тело своей записи. Я выбираю тайт. Я вношу сюда обязательно ссылку, по которой может перейти посетитель в Твиттере на ваш сайт. И разрешаю делать ретвит. Здесь я могу установить те хэштеги, которые помогут распространять ваш твит в определенных группах. В данном случае, видите, не добавлять хэштег. Если я выберу вот здесь «Добавить хэштег», у меня появляется галочка здесь, вот в этом чекбоксе. Я добавляю, по каким хэштегам я хочу, чтобы проходила информация. Хэштег – это слово, однословник, перед которым ставится вот такой вот значок решетка. Пусть это будет слова «Блог» и «Вордпресс». Теперь я могу выбрать, где эти слова будут отображаться. Или они будут в начале записи, или в конце. Я выбираю «Конец». То, что я про… как будет выглядеть информация в Твиттере, я могу наблюдать вот здесь, в этом поле «Показы». Дальше, если вы публикуете много новостей на своем блоге, то для того, чтобы ограничить количество твиттеров в Твиттере с вашего блога, вы выбираете вот здесь вот цифру. «Публиковать дату» или «Не публиковать». Если публиковать дату, то у вас будет публиковаться дата перед вашим Твиттером. Это поле ключевого фильтра. Здесь вы можете выбрать категорию тех статей, которые будут публиковаться в Твиттере. Я оставляю здесь все пустым. Задача наша с вами – добавить сюда аккаунт Твиттера. Кликаем вот на эту клавишу, и нам предлагают авторизоваться в Твиттере. После того, как вы авторизовались в правильном соединении, появится ваш никнейм в этом поле. После всего выполненного нужно активировать данную функцию. Приходим в опцию рекламы ФИДа. Для того, чтобы рекламировать ФИД, вы можете выбрать какую-либо кнопку, предложенную здесь, скопировать ввод и установить на собственном сайте. Эта опция помогает лицензировать ваши права, то есть разрешить коммерческое использование вашей работы. Здесь единственное, что нужно сделать, это запретить внесение изменений в вашу работу. Активируем функцию. Есть возможность внесения капчи в вашу ленту. Потому что если вы активируете эту функцию, то вашим подписчикам будет приходить их имя пользователя и пароль. Вашему подписчику придется выполнять дополнительные действия, чтобы прочитать ваши статьи. Поэтому это будет такой отрицательный момент для подписки. Я вам советую не использовать эту функцию. Ну и последнее. No Index. Здесь у нас с вами есть возможность запрета индексации вашей ленты. Поэтому советую вам установить галочки в двух тикбоксах и активировать эту функцию. Вы также можете использовать аниматор заголовков. Аниматор заголовков – это возможность установки баннера с вашим фидом на каком-либо ресурсе. Вы можете выбрать размер этого баннера. Например, вот такой вот. Посмотрите, он здесь будет у вас меняться. Вы можете выбрать цвета, настроить их. Вы можете выбрать, вот в данном случае, размер баннера белый. Вы можете выбрать размер баннера черный. Видите, он получается темного цвета. И после того, как вы эту функцию активируете, вы сможете получить код для своего ресурса. То есть, вот в этом поле вы выбираете, если вы, например, на WordPress, вы выбираете, что вам нужен код для WordPress, нажимаете кнопку Next, и у вас открывается дополнительное окно, в котором вы получаете код этого баннера, и можете его установить на своем блоге. Вкладку публикуй мы с вами рассмотрели. Теперь давайте зайдем во вкладку оптимизируем. Что мы можем сделать здесь? Первое. Упрощаем подписку. Для того, чтобы упростить подписку, мы имеем право выбрать определенные ресурсы, которые мы хотим разрешить для использования нашими подписчиками. Дальше мы можем разобраться с опциями контента. То есть, ввести сюда персональное сообщение. Например, контент фида. Мы можем выбрать как только список названий статей. Если мы захотим использовать дополнительное персональное сообщение, эта функция не обязательно, то мы можем ее включить и вот сюда ввести определенное сообщение. Я выбираю только список названий статей без анонсов, для того, чтобы она была более компактной, более удобно читаемой. Для обеспечения максимальной совместимости с любыми другими фидами, достаточно нажать только вот эту кнопку «Активировать». Фид флэйр. Здесь наша задача заключается в том, что мы можем с вами добавить в окно нашего фида ссылку для распространения этого фида. Например, сейчас у нас с вами включена только почта. То есть, вот здесь у нас будет добавлена электронная почта. Если я, например, добавлю сюда Facebook, то у меня в окне предпросмотра сообщения появится еще и ссылка на распространение фида. Здесь мы можем title description, здесь мы можем с вами установить новое название и новое описание для нашего фида, если оно нас не устраивает. И наша задача пройти в опцию summary burner. Здесь необходимо сделать ссылку, которая будет отображаться в конце анонса. Когда мы с вами публиковали наши статьи, то когда мы были с вами в опции «Публикуй», то мы видели там анонс, у которого внизу не было ссылки для распространения информации. Теперь наша задача настроить эту ссылку. Что мы здесь можем сделать? Во-первых, мы можем выбрать, какое количество у нас будет в письме, которое приходить будет на почту, какое количество знаков из нашей статьи в виде анонса. Я выбираю вот здесь 300. А вот здесь мы должны установить ссылку, которая будет находиться внизу письма, для того, чтобы человек, прочитав анонс, сразу перешел на наш блог. Обратите внимание на то, чтобы вставить эту ссылку, нам необходимо ее открываем запись и закрываем запись опять двойными скобками. И вот внутри этих двойных скобок мы должны написать ту фразу, которую мы хотели бы, чтобы была под анонсом нашей статьи в письме. Можно написать просто «Читать далее». И вы можете здесь еще и дать ссылку на адрес вашего блога. Активируем данный скобок. Теперь просматриваем фид и видим, как он будет у нас смотреться. Смотрите. Он будет называться «Тестовый сайт». Он будет давать информацию о заголовке, о дате написания. Будет дан текст, но так как у меня тестовый сайт и текст очень короткий, то здесь, конечно, меньше, чем 300 знаков. Дальше у меня будет написано «Читать далее». И ссылка на мой блог. Также будет ссылка «Публикация в Facebook». Итак, мы с вами настроили нашу ленту. Теперь наша задача протестировать собственный фид. Заходим в «Мои фиды». Выходим на окно создания фида. Если мы пройдем по этой ссылке, то перейдем к настройкам фида. А для того, чтобы выйти на подписку, нам достаточно нажать вот на эту кнопочку. Итак, вот так будет выглядеть наш фид. Для того, чтобы подписаться на свою ленту, я вывожу вот сюда тот адрес, на который я хотела бы подписаться и кликаю на кнопку «Подписаться». У меня появляется вот такое вот окно, где написано, что «Благодарим вас за запрос». Вот на такую-то почту. И эта почта будет добавлена в список подписчиков на все для начинающего блогера. Чтобы завершить оформление запроса, мне нужно ввести вот эту вот капчу. Кликаю на кнопочку «Завершить оформление запроса на подписку». «Ваш запрос принят». Закрываю окно и перехожу на почту. Как видите, я получаю активационное письмо. Открываем его и читаем. И видим, что здесь отображен именно тот текст, который я взяла при настройке. Для того, чтобы подтвердить подписку, достаточно кликнуть вот на эту ссылку. Электронная подписка подтверждена. Все настроено верно. Итак, мы сегодня с вами настроили ПИД для подписки по электронной почте на новости вашего блога. Теперь наша задача установить эту подписку в тело нашей записи. Как это сделать, вы можете прочитать в статье, в которой будет опубликовано это видео.